Два последних месяца от селян только и слышно, Аверина Ивана нынче на фронт забирают, а завтра Нисимова Георгия. Вопли бабьи только и слышны, были днями и вечерами по улицам, поэтому уже через два месяца, с первого дня войны, мужиков в селе почти никого не осталось. Начиная с 1900 года рождения и по 1923 года, все они теперь до единого храбро воюют на разных фронтах с проклятыми фашистами. Жутко было такое ощущать без привычки, когда твое село на твоих глазах от здоровых ребят до мужиков пустило, когда на комбайны и на трактора колхозные сажать было некого, а на полях зерновые и кормовые культуры обещали нествозный урожай, он есть, он уродился, между тем конец августа уже подходил. И хорошо, что у кого-то из советского руководителя ума хватило, чтобы при каждом МТС на нескольких мужиков из числа опытных комбайнеров, шоферов и трактористов бронь наложить, которые потом станут нас, мальчишек и девчонок, учить этими специальностями. На них ведь теперь в колхозах весь расчет и все полевые работы на них ложатся. «Мы с моим напарником, Николаем, в это время уборкой зерновых занимались. На лобогреке их с раннего утра и до поздней ночи косили. Работа тяжелая, мужская. Женщины бы на нашем месте вряд ли бы выдержали. Это с лафеты-то день-деньской и ежеминутно тяжелые снопы вилами сдвигать. А у нас с Николаем эта работа ладилась. Тремя лошадьми в загонке он провел, а я стебли, срезанные колосками, в одну сторону укладывал. Лафет их в сноп связывал, и я его на поле сбрасывал, и дело у нас таким образом шло. До обеда мы с ним поработали, коней отпрягли и на лугу оставили. А жара несувестная, степь матушка, вокруг ни кустика, никакого тенька. К бочке с питьевой водой отправились, рядом с которой в сырой воде наши бутылки с коровьим молоком были прикопаны. Их откопали, помыли, а он мне говорит, Иван, глянь, к нам какой-то верхник скачет. Скачет, и пускай себе скачет, отвечаю я ему спокойно. Прискачет, узнаем, что ему нужно. А, это сельский почтальон, ко мне его из села с повесткой послали. Эх, трудодень мой пропал, грустно говорю я Николаю. До вечера не дали поработать. Он подошел ко мне, взял у меня повестку, почитал, поглядел на меня и серьезно сказал, Ничего, Вань, с этим не поделаешь. Война? Значит, пришла пора и тебе бить этих проклятых фашистов. Я взял из его рук мою повестку, выпил залпом молоко всю из бутылки. Стали мы с ним лошадей отпрягать, домой собираться. Один на лобогрейке, тоже не работник. Приехали домой ко мне верхом, а там вся родня моя в сборе. Мать с сестрой голосят, а отец места себе не находит. По двору туда-сюда шлепается. Я подошел к нему, стал успокаивать. Мать и сестра стали укладывать мне там чего-то в походную сумку. Вечером вся родня к нам пришла. Сидели мы все за большим сдвинутым столом, пили чай. О чем-то тихо беседовали. А вечером наш бригадир поручил моему же напарнику Кольке везти меня на одиночном фургоне в город Кинель. Едем с Николаем как на работу. О пустяках разных разговариваем. Бариновку миновали. Бахчу проезжаем по дороге. Николай предлагает. Айда на дорожку арбузов с дынями нарвем. А че нам терять-то? Че бояться? Скажем, на войну едем. Лошадью дороги привязали, а сами с сумкой полупустой на бахчу побежали. Сторож увидел, материться начал. А когда узнал, куда едем, то пошел сам на бахчу за самыми большими и лучшими арбузами, которых нам хватило аж до самого Кинеля. Подъехали к военкомату, попрощались. Он поспешил сразу же ехать домой, так как дорога обратная длинная, а я с арбузом в мешке и с повесткой в руке к зданию отправился. Где мне такие же деревенские ребята подсказали, к какому окну с повесткой подойти, а потом и к какой группе мне нужно пристраиваться. И уже в ночь в сопровождении офицера мы были на Кинельском вокзале. До Маршанска ехали товарником в телячьем вагоне. А когда приехали, то сказали, учиться на сержантов в полковой школе и минометчиков-пулеметчиков тут будем. Старшина нас привел в казарму, указал каждому его койку и тумбочку. Вещи личные велел в казарме оставить, а самим выходить на улицу и строиться. Обмундировали нас через два дня после бани. И стали мы все после этого как близнецы-братья Тютяевы. С ним мы и служили, на друг на друга были похожи. А с 20 августа 1942 года мы приступили к изучению военной программы. Ощущая пока не серьезные учебные бои и бомбежки, а настоящие были пока далеко. Но о том, что где-то там от нас далеко идет жестокая война, нам рассказывали на уроках преподаватели. Они в прошлом боевые офицеры, которые прибыли в военные училища по различным ранениям. Сначала нам сказали, что ваша учебная программа пулеметчиков и минометчиков будет изучаться 6 месяцев. Но события на фронтах разворачивались стремительно, так что программу пришлось сократить наполовину. Так как 22 августа 1942 года диктор Левитан по радио сообщал о налете много сотен немецких бомбардировщиков на Сталинград, которые бомбили его варварски, намереваясь его за короткое время стереть с лица земли вместе с миллионным населением. И вскоре к стенам Сталинграда приблизились многомиллионные, хорошо обученные и хорошо вооруженные армии Гитлера. Истекали кровью от их натиска нашей армии, защищая город. Поэтому наши преподаватели военного училища прямо говорили, что под Сталинградом решается сама судьба войны. Поэтому мы и стали ускоренными темпами изучать минометы и пулеметы. А когда изучили, то уже к 1 ноябрю текущего года нам присваивают звание младших сержантов и приставляют к 5-й механизированной бригаде 2-го гвардейского механизированного корпуса, где я и повстречаюсь с Макридином Николаем, с соседом по сути из соседнего поселка Широчинский. Схлопотали мы с ним и желаемую нам возможность воевать в одном расчете. Я становлюсь первым номером, а он вторым. А еще два солдата будут у нас подносчиками пулеметных лент. На станции Землянка нас погрузили в эшелоны, а на станции и ловля разгружали. Но плановая ли это была дислокация нашего корпуса, или под воздействием вражеской бомбежки наши эшелоны разгрузились, мы этого не знали. Этого нам не докладывали. Мы задачу выполняли другую, боевую, конкретную. А именно, мы вчетвером с пулеметами, с необходимым боекомплектом, взбираемся на броню боевого танка Т-34. Танки уже были, видимо, на заданном старте, которые вскоре по степному бездорожью промчатся вперед. А наша задача теперь только покрепче держаться за башенные поручни, чтобы под гусеницами не оказаться. Об этом нас предупредили танкисты еще в начале пути, сказав, что будем ехать быстро километров 80 в час. А когда в бой вступим, то скорость сбавит до 60 километров. С такой скоростью они нас и везли. Поэтому примерно через полтора часа передовые танки нашего корпуса стали на ходу стрелять по какой-то железнодорожной станции. А когда уже вечерело, за нее завязался настоящий бой. А чего конкретно с нашим танком было, на котором все так же размещался наш пулеметный расчет? Он теперь уже так не мчался, а тихо нас вез окружным путем к станице какими-то обрагами. А когда миновал их, наш танк остановился. Открывается люк, командир танка высовывается из него, и нам приказывают занять позиции и обеспечить охрану отбитой у врага станции. Чего мы и делаем, уже самостоятельно. Ночью всем нашим расчетом с нашим заряженным пулеметом в укромном месте засаде пролежали. А утром узнаем о том, что отбитая нашими танкистами станция вся была буквально забита эшелонами с вражескими танками, пушками и другими вооружениями. И все это нам приходилось долгое время бдительно охранять, а порой и с ожесточенными боями отбивать. Так как мы знали, что эти эшелоны с немецкой техникой и вооружением шли на Сталинград для подкрепления уже окруженной и теперь выдыхающейся немецкой 6-й армии фельдмаршала Паулюса. И мы знали о том, что благодаря вот таким вот умелым и успешным операциям сложилась наша победа на Волге. В том числе и благодаря успешного марша танкистов нашего корпуса, которым в это время командовал отважный полководец Малиновский. И нам, наши политработники, говорили потом о большом стратегическом успехе наших фронтов, которые умело и храбро вели сражения в бесконечных степях между Доном и Волгой. В результате чего эти эшелоны так и не дошли до Сталинграда. Так и не дойдут и тысячи немецких танков, которыми командовал прославленный Манштейн. И мы той операцией тоже гордились, она была стратегически важной и поэтому за нее всех нас и награждали высокими боевыми наградами. Разбив под Сталинградом основные силы немцев, но его еще не освободив, нашу армию направляют на Ростов, а другие армии, которые соседствовали с нашей, с боями пошли на Орел. И именно там, после жестоких боев за освобождение острова, догнала нас радостная весть о полном освобождении героического города Сталинграда. Весть о пленении самого Паулюса и его 24 генералов и их 240-тысячную армию. А 2 февраля 43 года, уже в освобожденном Ростове, догнала меня и моя первая боевая медаль за отвагу. Я с гордостью тогда осознавал, это моя награда и награда моих товарищей, нами была заслуженно заработана за очень сложную охрану тех немецких составов с танками и вооружениями, которые они всяческими путями пытались у нас отбить, в том числе предательскими путями через наших предателей, машинистов, работающих до этого на этой станции. У них это не получилось, наши чекисты их умело разоблачили. И в том же Ростове нам с Николаем Макридиным в течение двух месяцев пришлось продолжить изучать прерванную и вынужденно программу тех курсов младших офицеров. Теперь два месяца учебы наша продолжилась и по итогам, которым мы становимся младшими лейтенантами и командуем пулеметными взводами. А в начале 44 года мне присваивают очередное звание лейтенанта и я теперь командую пулеметной роты. Как говорится, на войне как на войне, где ты либо пан, либо пропал. И это может произойти в течение даже одного боевого дня, когда ты либо станешь героем, либо тебя ранят, или упаси боже даже убьют. Все это зависит от твоей судьбы и от твоего везения. Так примерно происходило с моей ротой автоматчиков под городом Николаев. И тоже у железнодорожной станции водопой, которая нам предстояла у немцев, которые там капитально закрепились, отбивать рано утром, преодолевая ровное поле зимой, да еще и в трескучий морозец. Я и по памяти примерно расскажу, как это происходило. Рассредоточились под моим командованием мои три пулеметных взвода в белых масс-халатах на снегу. Расстояние расчета от расчета 7-10 метров. А я, мои связные и взводные командиры, надежные мои боевые соратники, находились между ними. По моей команде начинаем быстрые движения вперед. А видимость-то прекрасная, немцы нас обнаруживают и открывают по нам шквальный огонь. Даю команду залечь. Пытаемся преодолеть снежное поле короткими перебежками, от пуль виляем, периодически залегаем. Но толку от этого мало. Все мои боевые товарищи находятся у немецких снайперов под прицелом на открытом поле, да еще и на белом зимой. Лопаты саперные есть, но из снега ей бугорок перед собой сделаешь, не более того. А землю-то ей не копнешь, поэтому мы все у немцев на виду. Даю команду моим пулеметчикам тоже из пулеметов по немцам стрелять, потом ползти, потом залечь. Но долго на одном месте не задерживаться. Боем так вот и руковожу, а мысли душу гложет, я же командир и от моих команд много в моей роте зависит. Так как я отвечаю за жизнь каждого нашего пулеметчика, которых я же и посылаю на явную смерть. Вспомнился первый бой за такую же железнодорожную станцию и ловля под Николаевым. И там среди пулеметчиков, десантников танковых были потери. Но они не от меня зависящие, неизбежные, как говорится. И мы там в лобовую танками станцию не брали, а брали ее ночью, обходами, окружениями. А теперь мы почему такие герои идем на врага открытым полем, которые немцами явно уже давно все пристрелено. И подтверждением этих мыслей в это время и прилетела снайперская пуля, которая срывает с меня шапку и уносит ее в сторону метров на пять. Ощупываю голову, чувствую, что есть на ладони кровь, а на голове царапина. Ординарис заволновался, спрашивает, не ранен ли я. Узнав, что я серьезно не ранен, успокоился и пополз за моей шапкой. Хотел с ней ко мне подползти, я не разрешил, зная, что и он потом у снайпера будет на мушке. Кинул он мне ее, надел, продолжаем вместе со всеми ползти, все плотнее прижимаясь к мерзлой земле. Но в это время мне в правое плечо, словно поленом кто-то ударяет. Плечо как кипятком обожгло, мне становится плохо. Сообщаю об этом связному, отправляя его к командиру первого взвода. Тот принимает мои полномочия на себя, а мой ординарис по уставным правилам остается при мне. Оказывает мне первую медицинскую помощь, перевязывает. Но тут ситуация такая, я снайпером-то пристрелен, поэтому пули то и дело свистят. Он отползает, я не разрешаю ему приближаться, а рану сам пытаюсь перевязать. Что-то у меня получилось, но после этого я стал замерзать. Лежу и думаю, вот и я отвоевался, и мне пришел конец. Пытаюсь шуметь об этом ординарцу, просить, чтобы он по цепи сообщал о моем ранении санитарам. Но скоро понимаю, ординарцу уже не до меня, он сник и на мой зов не реагирует. Лежу и думаю, хорошо бы, если эту проклятую станцию наши взяли поскорей, а если не возьмут, отступят, то тогда мне будет плен или смерть на морозе. Не спи, лейтенант Кондратин, терпи, себя мыслями убеждаю. Но я, видимо, много крови потерял, наверное, из моей руки много ее вытекло, так как слабость меня и сильная дремота одолевает. Решаюсь назад, к стартовым позициям ползти и этим хотя бы согреться. Очнулся Иван Сергеевич, уже в госпитальной палатке, от яркого света и от сильного запаха спиртным. Это его обмороженное тело санитар усатый оттирал, от болей сильных его спасал. Увидев меня, пришедшего в себя, санитары со всей палаты к топчану моему сбежались, надо мной сгрудились и приветливо заулыбались. «Ну, отошел теперь совсем, старлей?» – спрашивает меня все тот же санитар усатый. «Наверное, отошел», – отвечаю я тихо, не узнав своего командирского голоса. «Вижу вас и даже чувствую запах спирта. Значит, лейтенант Кондратин пока еще жив, слава богу». «А чего со мной было-то?» – уточняю я. «Или рана моя такая уж серьезная?» «Рана? Нет, не серьезная. За нее мы мало тревожимся. А вот обморожение на поле боя ты получил серьезное, поэтому мы оттираем твое тело спиртом». «Может, вот это допьешь?» – предлагает мне санитар, в усы улыбаясь. «Смотри, сколько тут осталось». «Но у меня только и хватило сил, чтобы поблагодарить за заботы и хлопоты со мной. Мои глаза, не по моей воле, сами закрывались, меня сильно тянуло в сон. И они, видя мое такое состояние, стопчина меня четвером взяли и перетащили на больничную койку, где я мгновенно и уснул. А сколько я тогда проспал, не знаю, но когда проснулся, мне сильно захотелось пить. У дежурного санитара я попросил воды, не у того усатого, а у другого. Он напоил меня, и я снова уснул. Утром от сильных болей проснулся и через силу позавтракал. А после завтрака меня те же санитары на тот же высокий топчан перенесли, где прибывший военврач и две медсестры рану на плече моей разбинтовали, посмотрели. Ее они долго обрабатывали и мои обмороженные ноги. И когда мне стало немного легче, тут мне одна из медсестер зачитала бумагу, где говорилось о присвоении мне очередного звания старшего лейтенанта, с чем меня вся палата и поздравила. Уже потом, когда мне совсем полегчало, и когда я со многими медработниками полевого госпиталя познакомился, они о моем случае, почти трагическом, на боевом поле и расскажут. Оказывается, я там раненым и истекающим кровью до того долежался, что совсем ослаб и потерял сознание. А потом обозники меня уже замерзшего и слабодышащего обнаруживают, а прибывшие к ним санитарки определят, что я живой, а не мертвый. В сани другие положили и повезли вместе с другими ранеными туда, куда полагается. Так как я дорогой сильно застонал, а спасло меня потом еще и потому, что я попал на лечение к врачам-профессионалам, к людям разумным и заботливым, они возвратят меня сначала к жизни, а потом и в боевой строй. А война, она как и была разноликая, изощренная и жестокая, она такой и оставалась после моего ранения. Об этом мы все чаще и все больше узнаем. О случае со мной я теперь часто думал, хотя он далеко не единичный, а массовый. И за долгие годы войны, глядя часто в глаза смерти, мы ко всему привыкли. Хотя потерять товарища на войне тема тоже тяжелая, как и в обычной жизни. Смерть каждого солдата или офицера для нас, и там тоже была душевно скорбной и долго не заживающей. А вот приобрести себе на войне надежного товарища, дорогостоящее событие, оно неоценимое и ни с чем не сравнимое. Так как, когда есть рядом с тобой надежный товарищ и боевой друг, то есть у тебя и гарантия дольше оставаться живым. С этим явлением мне часто везло, например, сразу же после моей выписки из госпиталя. А случилось это так. После признания меня годен к строевой, я еду теми же изрытыми и непролазными дорогами в свой полк, догоняя его в Венгрии. Там мы должны были освободить небольшое городишко, которое ощетинивался на нас сурово. Там были фрицы, их союзники, румыны, поляки. Но к этому времени и мы научились воевать. С умом и по-новому. С новой тактикой и с новым вооружением. И главная задача для нас была брать города и села противника. Как бы они не были сильно укреплены, мы город взяли. С малыми потерями живой силы, вооружения и техники. Да, они небольшие эти городишки, но стратегически важные, как для нас, так и для противника. А чтобы их легче было взять, для этого особо важную роль на войне всегда играло хорошо продуманное взаимодействие с соседними частями и другими родами войск. А для того, чтобы мы все друг друга понимали и в унисон действовали, нужно была совместно проведенная подготовка. Для ее проведения ко мне в роту с соседнего пехотного полка приезжают командиры рот. Вижу среди прибывших офицеров много знакомых лиц. Но среди них я вижу и новенького офицера. Он лейтенант, красивый, коренастый, роста невысокого, веселый, разговорчивый. В подвале усаживаемся за стол, раскладываем полевые карты, отмечаем условными знаками боевые точки противника, поехали в условное место. Там уточняем совместимые боевые действия, начинаем время действий. Сидим теперь просто так, отдыхаем, говорим о разном. Я решил с тем лейтенантом ближе познакомиться. Дошла очередь до этого. Я теперьен Борис Васильевич из Куйбышской области, Утевского района. Родители и младшие братья, сестра старшая, проживает в Зуевке. Есть село такое степное, говорит он, улыбаясь. И я на родостях восклицаю. Ничего себе, и я оттуда. С земляки мы, значит, если из сел соседних, а я из Покровки. Обнимаемся с ним, как родные братья. Офицеры смотрят на нас, улыбаются за нас, радуются. Тут же фляжка с водкой нашлась. И мы нашу встречу стопочками отметили. Потом был бой, наш с ним общий. За тот самый стратегически важный объект. Его мы с минимальными потерями взяли. Операцию удачно провели. И после этого их полк не стал с нашим минометным корпусом соседствовать и взаимодействовать. Когда мой земляк Теперин уже стал старшим лейтенантом. Но с Борисовым мы еще несколько раз встречались. Вестями из домов обменивались. Желали друг друга побед и успехов и удач. Но пришло нежелательное мне время, когда на все мои сигналы земляк перестал отвечать. Подал официальный запрос в их воинскую часть. Приходит заверенное их воинским штабом извещение о гибели моего земляка и друга Бориса Теперина. И обидно то, что его смерть настигла совсем не в бою, а от взрыва случайно прилетевшего в их рот шального снаряда. Жалко мне было его, я плакал. Потерять такого человека и осознавать то, что больше я своего боевого товарища не увижу никогда, это очень тяжело. До боли в сердце и до слез мне его было жалко. Ну а что поделать, война есть война. Она без потерь людских, без горя и разрушений не бывает. И на ней мне, живому, надо было продолжать жить и продолжать воевать.